приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби сегодня у нас видео посвященное кулинарии я хочу поделиться с вами нашим семейным любимым рецептом вкусного пирога с курицей мы его все называем курник так может быть у него и правильное название греческий пирог но нам больше нравится его называть курник для этого нам понадобится 10 средних картофелин 7 небольших луковиц 8 окорочков которые мы поделим на 2 2 килограмма дрожжевого или слоеного теста сегодня мы будем делать из дрожжевого тесто сразу скажу покупное с магазина у нас магазин делает очень хорошее вкусное тесто и чтобы самим его не готовить иногда мы идем его и покупаем что было быстрее приправу буду использовать смельницы для курицы состав приправы входит соль морская паприка чеснок лук перец черный базилик розмарин петрушка чайбер и шалфей также нам понадобится пачка сливочного масла но из пачки мы возьмем около 100 грамм и понадобится одно яйцо яйцо нам понадобится для того чтобы потом смазать пирог и черный перец молотый приступим готов приправил картошку приправами солью соль и приправу добавил по вкусу ну а теперь выкладываем картофель на раскатанное тесто аккуратно не спеша равномерно раскладываем после того как выложили картошку сверху выкладываем лук равномерно равномерным ровным слоем ну и на лук как вы понимаете выкладываем курицу примерно так выкладываем отрезая куски рога на кусок получалось кусочек мяса ну и после немножко приправы посыпем сверху на курицу немного по вкусу блюдо получится пальчики оближешь все будет в собственном соку как бы в таком тесто в конверте запекется в духовке теперь мелкими кусочками вкладываем сливочное масло также равномерно по всему пирогу оно придаст такой насыщенный вкус своеобразный кто любит больше масла кто меньше рассмотрите сами ну и после этого сейчас накроем раскатанным листом тесто сверху помажем яйцом и поставим в духовку накрыли вторым листом теста пирог и теперь делаем и проколы в тесте проколы делаем чтобы примерно пролазил в них палец я думаю 9 проколов полом не хватит куриное взбитое яйцо после того как сделали проколы размазываем куриное взбитое яйцо размазываем не жалея хорошим слоем теперь укладываем пирог в духовку включаем конвектор и температуру выставляем 200 градусов и буквально через минут 20 понизим ее до 160 и теперь не открывая духовке будем готовить примерно час прошло 20 минут пирог пирог начал подрумяниваться и мы температуру 200 градусов переводим на 160 и продолжаем готовить еще примерно 40 минут прошел час и десять минут как видим пирог покрылся красивой корочкой тесто немножко вот по швам разошлось сейчас немножко жар выйдет с духовки достанем разрежем и попробуем я надеюсь пирог уже готов вот так красиво пирог получился румяный тесто хорошо поднялось дрожжевое сейчас начнем пробовать и 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